Уже три недели, как не работают парикмахерские в городе, предприниматели терпят огромные убытки и в очередной раз готовы выйти к губернатору с просьбой решить проблему. Сегодня мы встретились с индивидуальным предпринимателем Яной Гайдарук, она сейчас расскажет, как поживает их сфера. Яна, здравствуйте, расскажите, пожалуйста, что за проблемы у вас и как вы готовы их решать. Здравствуйте. В связи со сложившейся ситуацией в бьюти-индустрии, с 30 марта мы не работаем, сидим на самоизоляции. Дело в том, что нас сначала определили с 30 марта по 6 апреля включительно. Мы были на самоизоляции, затем продлили до 30 апреля. Но дело в том, что запасы заканчиваются, кредиты платить нужно. То есть я обращалась в банк, мне ответили, что, пожалуйста, да, мы можем сделать каникулы, но вы должны объявить себя банкротом. Но как я могу себя объявить банкротом? Также у меня кредиты, налоги, налоги, причем я заплатила. Потом просто эта ситуация возникла позже немного. И в связи с этим деньги заканчиваются, не на что жить реально, не на что покупать продукты. Сколько у вас сейчас объективно осталось денег? Сегодня не считала, три дня назад было у меня 7500. Все, больше у меня денег нет. Насколько мне хватит, на неделю еще или как? А еще ипотека, кредиты? Да, ипотека, и кредиты, и уже, причем, и карта на карту, вот уже вчера смс пришла, пожалуйста, пополните 3371 рубль. Если я пополню, тогда что у меня останется на житье, бытие? И сейчас в такой ситуации практически все парикмахеры в городе, возможно, даже в Алтайском крае, да, если говорить о крупных городах. Вот сейчас говорят, что они уходят, так скажем, в подпольный бизнес, принимают на дому. Действительно ли это так? Все верно, вы говорите. Так как закрыли официально индустрию красоты, все парикмахеры уходят в подполье. То есть они стригут либо на дому, либо выезжают на дом. Это, как вы думаете, нормально? Нет, я думаю, что это ненормально, потому что, объясню, во-первых, это никак не контролируется никакими органами вообще. Ни СССР, ни Роспотребнадзор, ни налоговой. То есть люди работают неофициально. Второй момент, то, что они обрабатываются таким образом, как обрабатываются парикмахерские. У стерилизатора, есть ли они в наличии, нет, неизвестно, как все обрабатывается. Какие инструменты, материалы, одноразовые или многоразовые. Поэтому тоже освещение. То есть мы, когда открывали парикмахерскую, вплоть до освещения. Может быть, вы видите какой-то выход из этой ситуации? Да, конечно. Мы подготовили, то есть индивидуальные предприниматели всех районов, собрались, разработали концепцию работы парикмахерской. От начала, как входит клиент, и до конца, как он выходит. С вашего позволения могу эту концепцию предоставить. Да, расскажите, пожалуйста, поподробнее, в чем ее смысл и как вы будете работать согласно ей. Клиент не может попасть в парикмахерскую, если он не записался. То есть он может попасть в том случае, исключительно, еще раз повторяю, в том случае, если он записался онлайн или по телефону. Далее, записывать клиентов мы будем 1 в 30 минут. Я говорю про мужчину. Если женщина 1 в 1 час. В промежутках между клиентами 10-15 минут. Что это значит? Это значит, что в эти 10-15 минут мы стерилизуем, дезинфицируем. И также в том числе помещение, рабочее место, инструменты. То есть все инструменты будут проходить какую-то дезинфекцию. Все будете обрабатывать, правильно? Верно. Далее, перед тем, как клиенту войти в парикмахерскую, у входа будет стоять антисептик, маска лежать, перчатки, которые должен будет одеть клиент. Дальше он проходит на рабочее место, которое уже заведомо дезинфицировано, обработано. Одевается на него одноразовый пенюар, одноразовый воротничок. Мастер одевает перчатки одноразовые, маску одноразовую и одноразовый фартук. Еще можем размотреть на клиента и на мастера бахилы. А сколько человек вы сможете принять таким образом в день? Примерно 10, к сожалению, всего 10. А в обычный день? В обычный до 20. Но вы даже на это готовы идти, лишь бы хоть как-то оставаться на плаву, правильно? Верно, мы готовы на это идти. Первый пункт, это чтобы не потерять клиента. Второй пункт, все-таки, чтобы он не ушел в подполье, либо на дом, либо к нему пришли и подстригли. И третье, конечно, чтобы нам выжить, чтобы какие-то деньги были с существованием. А вот вы готовы уйти в подполье и заниматься незаконным бизнесом, по сути? Нет, конечно, законопослушный гражданин. То есть для вас это не вариант, неприемлемо? Нет, это не вариант, неприемлемо. Я считаю, что в домашних условиях так обработать, как на работе, нельзя, невозможно все равно. Вот я знаю, что среди парикмахеров есть совсем молодые девушки, которые даже проживают не в Алтайском крае, а здесь работают, учатся. И они сейчас остались без работы, очень многие. Вот куда им, как вы думаете идти? Вот что им сейчас делать, поскольку они остались без работы? Вы знаете, если честно, такой вопрос очень тяжелый, честно. И я их тоже понимаю. Они без средств существования живут в деревнях. То есть у них только два варианта. Уехать в деревню к маме, к родителям, либо если они остались здесь, то им придется идти в подполье. То есть на дому или на дом. К сожалению, это так. Вот вы сказали, что сейчас очень много объявлений на Авито. Да, очень много объявлений на Авито, в которых... Вот вчера буквально открывала, подстригу на дому, выезд на дом. 200 рублей, 300 рублей, 500 рублей. Без проблем. Без проблем. Вот если говорить чисто о вас, сколько вы потеряли денег за эти почти три недели? Вы знаете, честно, я не считала, правда. Потому что очень много информации о коронавирусе. То есть все это читаешь, телевизор включаешь, это слушаешь. И то есть сейчас об этом я вообще, ну честно, не задумывалась. Я не могу ответить на этот вопрос. То есть скорее всего, когда закончатся эти 7 тысяч уже... Да, вот когда закончатся эти 7 тысяч, тогда, видимо, я начну считать, что же такое. Ну вот вы реально считаете, что салоны красоты, парикмахерские нужно было закрывать? Или все-таки дать им воздух какой-то? Смотрите, я считаю так. Нужно было, если закрывать, опять же, в связи с этой сложившейся ситуацией коронавируса, нужно было бы закрывать всех. А почему в данный момент, на сегодняшний день, 70% у нас работают? Смысл какой был это делать тогда? Получается, значит, разнесут этот коронавирус и не мы, а именно те работающие, которых выпустили. 70%! А постредаем, получается, мы. То есть нас и до конца года так не выпустят. Потому что почему-то думают, что мы второго класса опасности. Второго класса. А стоматологи последнего класса. Сейчас же очень многие работают до сих пор, мужчины. То есть они ходят на работу нестриженные? Да, это действительно. Клиенты звонят, прям так и говорят, что, Яна, вот нам завтра на работу, нас вызвали, это был звонок в воскресенье, в понедельник нас вызывают на работу. Я весь оброс, мне уже нужно заплетать косы. Что мне делать? Как мне быть? Я говорю, допустим, Иван Иванович, пожалуйста, потерпите еще. Мы ожидаем, может быть. Но не могу я никак. Он мне задает вопрос. А вы не можете приехать ко мне на дом? Естественно, я отвечаю, но мы же на самоизоляции. У нас закрыта индустрия красоты. К сожалению, я не могу приехать к вам на дом. И этот Иван Иванович уходит от вас к другому? Иван Иванович следом не отвечает на это. Хорошо, Яна, тогда я пойду кому-нибудь либо на дом, либо вызову кого-нибудь себе. И меня подстригут. Но потом я к вам не вернусь. И это, кстати, очень часто сейчас говорят. Как вы думаете, сколько клиентов вы уже потеряли? Я, конечно, считала, но я в процентном отношении могу ответить на этот вопрос. 40 точно процентов. Точно. 40 процентов. Как вы думаете? А если еще немного, то уже, наверное, будет и 50. Вот если мы неделю посидим, вот это вот до конца, уже 50, потому что все ожидают лучшего. А если еще мы недели, то все, наверное, 60 точно будет. Я не знаю, в результате, наверное, 10 процентов останется и все. Тогда выход какой будет дальше? Какой выход? Закрываться? Расскажите, вы давно в этой сфере работаете? Да, с 2012 года. Вот, по сути, уже 8 лет, да. Было ли когда-то что-то подобное? Вот такие трудности? И если были, то как вы их решали? Если индустрия красоты всегда, она расцветала, И мастера, парикмахеры всегда с работой, соответственно, с деньгами, Никогда ничего с нами не случится. Но мы ошибались. В результате вот сегодняшняя ситуация действительно показала, что это не так. Мы можем также остаться без работы, без денег существования и без клиентов. Вы как раз говорили, да, что вы считали, что парикмахеры всегда будут накормлены, так скажем, да? То есть сейчас абсолютно... Да, потому что, ну, смотрите, почему-то такой вывод у меня, Что парикмахер всегда накормлены, потому что у нас волосы растут, Они никогда не прекратятся расти. Поэтому всегда парикмахеры, я так считала, раньше будут с работой. Но в данный момент это не так, совершенно не так, в корне не так. А у вас есть, так скажем, запасное хобби, запасная профессия, В которой вы можете тоже реализовываться и зарабатывать сейчас? Вы знаете, есть, но я бы не хотела туда уходить обратно, Потому что я до этого бы работала главным бухгалтером, Вот, я человек творческий для меня, И я не смогу к цифрам обратно вернуться. Вот, поэтому, как бы, это мое детище. Это мне нравится работа, делать людей красивыми. Но я понимаю, что ситуация сейчас такая, я понимаю. Ну, если мне сказали до 6 апреля сидеть, то я и сидела, правда, никуда не выходила. То есть законопослушная была. Но сейчас творится уже такое, что деньги, заканчиваются деньги. Что делать дальше? Я не знаю. Я в тупике. У вас ребенок? Да. Супруг, он работает? Нет, у них тоже закрыли все. То есть, по сути, неделя вторая, и денег вообще не будет, и непонятно, как жить. Скажите, вот, инструкция, да, концепция работы парикмахерских, Как вы хотите донести ее до губернатора? Может быть, подписи собрать с парикмахеров? Петицию какую-то составить? Петицию мы составляли уже. По-моему, если я не ошибаюсь, 800 подписей было. Безуспешно. Вот, если можно, вот, я не знаю, куда, в письменном виде, пока еще это разрабатывается, в процессе, в письменном виде до Виктора Петровича донести нашу концепцию работы парикмахерских. Как думаете, услышат? Чисто ваше мнение. Затрудняюсь говорить честно. Наверное, 50 на 50 у меня что-то вот так двояко. Берем плохой сценарий. Не услышал. Что тогда? Не знаю. Я первый раз не знаю. Я всегда знала четко, я понимала, что я хочу и добивалась. Я первый раз в жизни реально не знаю. И для меня это страшно. Вы растеряны? Очень. Очень. Да, растеряна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова